Саламас Тармакурмет Тотандастар Здравствуйте, уважаемые соотечники Я сегодня провожу прямой эфир о несколько других реалиях Но, насколько я знаю, сейчас, последнюю как минимум неделю Назарбаев перестал отключать интернет Мы все понимаем, что это преддверие выборов Но выборы состоятся только 9 июня И мы все это время можем, судя по всему, свободно вещать И через какое-то время власть должна сделать для себя выбор Мы дальше живем со свободным интернетом С открытым информационным пространством Или все так же будет продолжаться политика блокирования интернета Конечно, безусловно, это в первую очередь зависит от нас Как мы будем на это реагировать, как мы будем требовать Но, безусловно, одно За последний год мы проделали большую работу И власть, что называется, стреляла в себе ноги Все время отключая интернет Когда я проводил прямые эфиры в социальных сетях И, собственно, через совсем короткое время Мы могли свободно проводить акции, митинги за свободный интернет Как вы помните, наверное, совсем недавно В Москве в центре было 17 тысяч протестующих Которые требовали прекратить, каким-то образом вводить ограничения Хотя, собственно, в России особого ограничения интернета нет Но, тем не менее, даже какое-то наступление на телеграмм Или другие социальные сети Привело к тому, что около 17 тысяч протестующих вышло в Москве Поэтому мы на этом примере можем сказать Можно добиваться успехов Можно и нужно Просто нам нужно быть последовательными Назарбаев объявил 9 июня выборы президента Ясно, что в конце апреля мы будем свидетелями Когда появятся разные подставные кандидаты от власти Которые попытаются легитимизировать Собственно, сами выборы Они нелегитимные, фальшивые, незаконные По этому поводу я отдельно выступлю Цель сегодняшнего моего выступления другая Я хочу сегодня ознакомить наших граждан С политическим движением Демократический выбор Казахстана Рассказать о наших программах О наших программах именно Не только экономических, но и политических И сегодняшний день будет посвящен Нашей платформе политической И, скажем так, главным в этой политической платформе Является то, что мы предлагаем отказаться От президентской формы правления Она условно президентская Это диктаторская форма правления Когда вся власть принадлежит одному человеку Я хотел бы сначала заострить ваше внимание Чтобы вы понимали, что значит Власть принадлежит одному человеку Именно в таких странах, как Казахстан, Россия, Белоруссия, например То есть, когда говорится, что Казахстан это республика Вы должны понимать, что это декорация, это обман Казахстан это диктаторская страна В чем суд диктаторства? Когда вся власть принадлежит одному человеку Это все маскируется конституцией, законами Якобы выбранным народом парламентом Якобы какими-то независимыми судьями И всеми прочими вещами Которые на самом деле пытаются замаскировать реальную сущность А сущность такова, что, например Акимов в стране назначает Нурсултан Назарбаев Да, сейчас будет назначать Касмжомарт Тухаев Но он не будет назначать Он просто будет подписывать те решения Которые ему озвучит Нурсултан Назарбаев Поэтому давайте мы будем говорить просто правду Итак, Акимов назначает Нурсултан Назарбаев Премьер министра и министров назначает Нурсултан Назарбаев Депутатов назначает Назарбаев. Почему Назарбаев? Они же говорят, что вот партии, Нур-Атан, КНПК, Ахжол, это все ложь, потому что на выборах побеждает всегда партия Нур-Атан, конкуренты, политические оппоненты к выборам не допускаются, политические партии все зарегистрированы именно этой властью и они все подконтрольны Нур-Султану Назарбаеву. В соответственно, если партия побеждает на выборах, всех депутатов, которые становятся представителями партии Нур-Атан в парламенте, назначает и выбирает лично Нур-Султан Назарбаев. Поэтому вы этих депутатов тоже не избираете. Всех судей в стране назначает Нур-Султан Назарбаев. И вообще ничего нет в стране такого, чтобы не происходило назначений без Нур-Султана Назарбаева. Все национальные компании назначаются Нур-Султаном Назарбаевым. Национальный фонд нефтяной, он контролируется лично Нур-Султаном Назарбаевым. Более того, недавно, в прошлом году вышли указы Назарбаева, которые закрепили эту возможность, сделали это как его личную возможность, как первого президента Казахстана. То есть полномочия у правительства есть ровно такие, которые позволяет Нур-Султан Назарбаев. Парламент подписывает, как вы видите, любые законы за короткое время. На изменение столицы ушло буквально 5 минут. Объявили, все, уже побежало. Хотя должен был быть референдум, должен был выстроенный по закону легитимный механизм формирования нового названия столицы. Все это было вычеркнуто. Это лишний раз показало, что в стране все решает один человек, Нур-Султан Назарбаев. Вот, собственно, это диктаторская сторона, даже не президентская. Что предлагает ДВК? ДВК предлагает отказаться от так называемой президентской модели, навсегда ликвидировать должность президента и построить парламентскую республику. Что это даст? Как это выглядит? Парламентская республика – это когда в парламенте собираются депутаты, избранные народом. Я хочу подчеркнуть, что нынешние депутаты, они назначаются в Актический Нур-Султан Назарбаев. Мы будем проводить прямые выборы по всем регионам Казахстана. Вы будете выдвигать и голосовать за тех людей, которых вы лично знаете, которым вы доверяете, верите в их честность, знаете их профессиональные качества. И вы тогда сознательно голосуете за них. Эти люди, которые попадают в парламент, становятся вашими представителями. Они не представители Назарбаева. Они, по сути дела, являются вашими представителями и выражают вашу волю, вашу волю, волю избирателей. И, собственно, что получится? Когда эти депутаты будут избираться вами на выборах в регионах, в районах, и они придут в парламент, тогда эти люди будут следующий свой шаг осуществлять, голосовать и выбирать, и назначать, по сути дела, правительство. То есть, премьер-министр будет назначаться парламентом, министры будут назначаться и утверждаться парламентом. Должна к власти прийти победившая партия, которая набрала более 50% голосов. Но если, как, собственно, всегда в мире происходит, победителей несколько, когда 100% делится между тремя или пятью партиями, то во власть приходит коалиционное правительство, когда представитель разных партий занимает посты министров или премьер-министра. Тогда что получается? Опять, тогда ваши партии, ваши депутаты, представляющие ваши интересы, они присутствуют в правительстве, и они работают, представляют интересы общества. Во-первых. Во-вторых, вот сейчас Назарбаеву, например, невозможно отстранить от власти. Он обложился к конституции, писал себе суперполномочия, суперльготы, он первый президент, он неприкасаемый, и он его члены семьи и все прочее. Нынешнего даже президента Акаева вы не сможете снять с его должности, потому что нужно набрать более 75% голосов обедненного парламента, а все члены парламента назначены на султану Назарбаеву. Он своим указом назначает сенаторов, и в итоге это в принципе невозможно, чтобы парламент объединился и набрал фактически 2 трети голосов и объявил импичмент президенту. Невозможно, потому что он своим указом назначает депутатов, сенаторов, понимаете? То есть он построил кучу всяких ограничений и стен, которые не позволяют президента снять с его должности. И поэтому, собственно, что все это к чему приводит? Приводит к тому, что султан Назарбаев 30 лет находится у власти, делает что хочет, плевал на народ, подделывает итоги выборов, посадил всех на голодный поезд, всю страну, кроме своих родственников и приближенных, стал супермиллиардером. У него неограниченная власть, так называемая президентская, диктаторская. К чему это приводит? Приводит к тому, что все богатства страны уходят вверх, они конструируются в руках султана Назарбаева и его окружения, а народ в целом бедный и нищий. То есть богатство уходит вверх, остатки где-то внизу. То есть чем больше власти у политической верхушки, в частности у султана Назарбаева, тем более он богатый, а народ бедный. Вот к чему приводит нынешняя политическая структура. Если мы переходим на парламентскую систему правления, когда депутаты ваши представители, когда парламент состоит из представителей народа, вы знаете этих депутатов, именно они назначают премьер-министра, именно они вносят изменения в законодательство, убирает из конституции должность президента и все, тогда если премьер-министр плохо работает. Если министр работает плохо, достаточно одного дня, чтобы отменить все решения предыдущие, снять с должности любого министра и премьер-министра. То есть фактически над каждым этим высокопоставленным чиновником стоит выбор. Или он хорошо работает, честно, или его на следующий день снимет парламент. Вот в чем суть парламентской республики. Далее. Мне часто задают вопрос, а не получится ли так, что вместо Назарбаева придет Аблязов, и он также будет властвовать, также грабить народ и так далее. Я отвечаю очень просто. Когда меня спрашивают, а что будет являться гарантией, что это не повторится, я объясняю, что не нужны никакие клятвы. Не нужно даже смотреть на историю жизни того или иного человека, лидера. Необходимо, чтобы это не происходило негативное, чтобы сама политическая система не позволяла это сделать. Ну, допустим, кто-то приходит во власть, и через полгода начинает вести себя нагло, неприкрыто, воровать. Что происходит? Какие выговорить гарантии, что этого не будет? Очень простые. Собираются депутаты, голосуют. Все, этого человека нет. Далее вступает в дело следственные органы. При парламентской республике никто не сможет владеть единолично властью. Власть принадлежит народу через его представителей. В парламентской республике, той самой демократической республике судебная система будет не зависеть от власти. Сейчас любой судья назначается указом Назарбаева. Любой. Соответственно, если он не исполнит по телефону поручение Назарбаева, чтобы посадить кого-то в тюрьму, осудить, то он будет снят немедленно, как недавно произошло судьей Кинжалиевым, когда они вместе, местным городской судьей, оправдали Айгуляк Берды. Кинжалиев был не просто снять с должности, он был вообще лишен статусу судьи. Вот что значит, когда судебная система подчиняется власти. На Западе эта система работает автономно. Это независимая судебная система. Соответственно, вы знаете, год назад, когда Трамп подписал какой-то указ, и федеральный судья посчитал, что это не соответствует законодательству страны, то указ Трампа, президента страны, самой могущественной страны мира, отменил этот указ федеральный судья. Вот что значит независимая судебная система. И мы хотим построить такую парламентскую республику, когда судебная система не подчиняется власти, когда вас никто не сможет преследовать несправедливо. Потому что этих судей избираете вы. Потому что практически на всех уровнях судей будут избираться народом. Районные, окружные и любые другие. Кроме члена Верховного суда, которых будет утверждать парламент. Их там 9 человек сейчас. Но всех судей, включая председателей, будет назначать и утверждать парламент страны. То есть опять ваши представители. В этой парламентской республике акимы областей, городов, районов тоже будут избираться народом на прямых выборах. И тогда опять нет человека, который обладает единоличной властью, который назначает акимов, судей, министров и все прочее. Это все происходит на прямых выборах, когда голосует народ. И тогда действительно источником власти является народ. Как сейчас написано в Конституции Назарбаева, что якобы источником власти является сам народ. Как вы понимаете, в наших реалиях народ не является источником власти. Именно в парламентской республике, которую мы предлагаем вам построить в нашей стране, народ будет являться источником власти. Мне вот задают вопросы, говорится о том, что население Казахстана якобы политически неграмотное и будет трудно сформулировать эффективный парламент. Я хотел бы сказать следующее. Да, у нас действительно есть такая проблема, потому что в Советском Союзе был лидер коммунической партии, Сталин, Ленин, Хрущев, там божества. Сейчас это божество в лице Назарбаева. Именно поэтому мы хотим ликвидировать должность президента, чтобы не было как в Турции, которая была парламентской республикой, но была должность президента. Должность президента и президент не обладал серьезными полномочиями. Но дело закончилось тем, что на эту позицию Эрдоган ушел с позиции премьер-министра, все полномочия натянул на позицию президента и стал супер-президентом, не уступающим практически по полномочиям Нурсултана Назарбаева. То есть сейчас там сформировалось автократическое государство. То есть откат назад. Чтобы этого не было, мы хотим ликвидировать навсегда должность президента, чтобы именно волеизвеления народа, чтобы именно народ все решал на выборах, чтобы никто не мог перехватить власть и стать диктатором. И тогда на этих выборах народ сможет проявить свою волю. Когда говорят, что наш народ неграмотный, я думаю, что вы сумеете разобраться, понять, за кого нужно голосовать, потому что когда ваши представители в городах, районах заявятся, что они хотят быть депутатами и представляют ваши интересы в парламенте, вы этих людей хорошо знаете. И вы знаете, можно ли им доверять. Я уверен, что наш народ в состоянии избрать таких депутатов, реально представляющих народ. И тогда это действительно будет народная власть, парламентская власть. И тогда у нас не будет диктаторов. И тогда вы можете требовать от парламента, чтобы в вашем районе, в вашей области, в вашем регионе были построены новые заводы и фабрики. Вам не нужно делать будет обращение президенту, некому божеству, по любым проблемам. Вам не нужно будет обращаться к премьер-министру, писать письма и годами ждать ответа. Вам будет достаточно обращаться к вашим представителям, депутатам, тем, кого вы избрали. Они представляют ваши интересы в парламенте. Вам достаточно будет идти к местному Акиму, которого вы выбирали, голосовали за него. Акима населенного пункта, Акима города, Акима области. И вы будете прекрасно знать, что если этот Аким плохо работает, или он вас просто не слышит и не хочет слушать, вы просто не будете за него голосовать. И это не будет Акимы, которые контролируют судебную систему на местах местные ханы. Нет. Если он не нарушит закон, то местный парламент отстранит этого Акима от власти. Местные правоохранительные органы не будут подчиняться ни Акиму, ни кому-либо. Они просто привлекут его к уголовной ответственности. То есть мы хотим построить справедливое государство, как ведущих странах Европы. Та модель, о которой я говорю, она присутствует во всех ведущих европейских странах мира. И поэтому я много раз говорю, что мы должны брать пример случаев, как в спорте. Ты берешь пример чемпионов. Мы должны брать пример с этих европейских стран, у которых парламентская форма правления, и когда народ путем голосования влияет на власть, и действительно, таким образом, народ является источником власти. Поэтому демократический выбор Казахстана за парламентскую форму правления без должности президента. В следующих своих эфирах я расскажу о других реформах. На сегодня я свой эфир завершаю. Рахмет Сау-Волгсдар.